Вопрос, что в каком порядке нужно делать? То есть обычно все как бы так вот ожидают, что я буду делать поясницу, потому что она больше всего болит. И в интернете достаточно много роликов на эту тему. Мотивировка очень простая. Центр тяжести тела находится где-то на уровне таза, то есть в зависимости от комплекции, там сама эта точка, она достаточно виртуальна, но тем не менее. То есть где-то кто-то считает, что геометрический центр, значит, это центр тяжести на копчике, кто-то считает, что там две трети таза. Ну, в общем, плоскость таза вроде как должна быть выровнена, потому что это центр тела. Благодаря этому пойдет симметричная нагрузка на ноги, там выровняется шея и все остальное. Есть такое мнение. И почему-то, как бы, ну вот ко мне в последнее время приходят именно с такими представлениями. Кто-то считает наоборот, что, мол, человек стоит на стопе, земля фундамент, и нужно начинать обязательно со стопы. И стопа вообще наша все, а все, что вы выше, это, мол, типа, ну вы же дом строите снизу вверх. Я говорю, все отлично, все замечательно, все так и работает до тех пор, пока человек стоит. Пока человек стоит, вот я согласен с вами обоими, а если человек движется, то, как мы уже выяснили, геометрический центр тяжести в середине. И как вы думаете, какое главное правило, когда вы двигаетесь? Правило рычага. То есть, любая масса, но на большом удалении, а голова это большое удаление от центра тяжести, даже маленький перекос головы создает очень большую заваливающую нагрузку для тела. И какие мышцы будут это компенсировать? А поясничные будут. Почему? Потому что плоскость таза, тело будет все-таки пытаться держать горизонтально, а голова все-таки отклоняется и сгиб идет в поясничных позвонках. Ну это даже не сгиб, ну в общем, сбиваю сейчас, скажем так, нагрузками. То есть, когда вы движетесь, физика, она не то чтобы меняется, она просто не столь очевидная становится. То есть, человек движется и все колебания его по спиральным принципам, они проходят через центр равновесия. И сам центр равновесия трогать на первых разах практически бесполезно. Почему? Потому что если вы берете стакан, допустим, вот такой рукой, он кажется, ну, стакан, да? Стакан на вытянутой руке это уже стакан. А стакан с водой на вытянутой руке, и через 3 минуты он просто из руки упадет. Либо вы будете гнуть руку, потому что не выдержит поперечная полосатая мускулатура большого рычага и, казалось бы, маленькой массы. И голова весит намного больше, чем стакан. То есть, один мозг полтора килограмма, плюс жидкости, плюс кровь, плюс кости. Прилично такая масса. Вот, я вот на скидку, честно, сейчас не вспомню, сколько именно это весит, но... Мы, конечно же, к центру равновесия перейдем, и таз мы обязательно будем править. Но начинать нужно с краев, и эта голова... И стопы. И да, еще кисти рук тоже, но там немножко другие механизмы, пока не объясняем. То есть, вот как человек у нас стоит. Вот, на пост-обработке может дорисуй человека сюда. Настоящего. Обязательно на первом разе, на первой правке поставить ему голову. Или женщине, или ребенку, на самом деле, не важно. Поставить голову, чтобы была именно нагрузка прямая. И да, я согласен, там, сколиоз и все остальное, мы делаем, сколько успевает принять тело за раз. Но свод стопы восстановить, насколько это возможно. Нагрузку восстановить симметрично головы, насколько это возможно. Для чего это делается? Это сразу облегчает состояние той же самой поясницы. Я могу ее вообще на первом разе не трогать. Но нет уже такой перекашивающей нагрузки, и часть спазмов с нее уходит. И вообще-то это все так или иначе замечают. Ну, и те, кто, конечно, обращают внимание на свое состояние. И потом, да, потом мы уже должны, разумеется, плоскость таза править. Обычно этому посвящен второй сеанс. И мы должны, допустим, грудной отдел делать. Но он обычно уходит на третий, хотя понемногу занимаясь я на каждом. Почему? Потому что грудной, благодаря ребрам, вроде бы самый прочный, туда все отработки скидываются. Шея не справилась, грудной за нее работает. Поясница не справилась, грудной за нее работает. Колено человек щадит, мышцы спины на грудном отделе будут работать. Компенсация за счет переключения нагрузки между отделами. Хорошая вещь, без нее многие травмы было бы просто не вылечить. Если вправить все за раз с тем, что обычно приносят, человек будет верещать, как резанный. И, в принципе, у костоправов, у таких, у народных, так и происходит. Ну, как бы, там так принято работать, я так не делаю. Там и отек будет вымываться. И саму боль терпеть нелегко. Вот если вот прям действительно по-серьезному, за один раз. Вот, не знаю, кто так мыслит, я вообще, на самом деле, за подготовку и за работу на долго строй. То есть, ну, там, в принципе, вот мы все поставили, связки заросли. Ну, при чем здесь 10 лет? Если у вас травм нет, вы вообще в жизни живете спокойно. Если у вас травмы есть, ну, тогда при чем здесь 10 лет? Тогда вы можете и через месяц сломаться. Сломать можно все. Во-вторых, сказано, поставить можно. Но вопросы закрепления, это непроизвольно удлинение, как бы, курса, ну, минимум до трех правок. А лучше, если сразу на три приходить, то и работать мягче. Ведь чем мягче мы сделали, тем лучше сохранилось. КОНЕЦ